здравствуйте дорогие друзья по многочисленным можно сказать просьбам моих подписчиков подписчиков канала мультифиш на youtube и в социальных сетях сегодня я решил сделать обзор федоров импульс это бюджетная федора в которой в принципе на рынке уже два года наверное даже с лишним в принципе я посмотрел действительно обзоров по ним и каких-то видео да и текстов даже на нашем официальном сайте собанеевру не так и много я бы сказал даже вот на youtube канал практически ничего и нет а федора действительно достойная как коммерческий директор собанеев посчитал это своим наверное упущением что я вот именно по этой серии никто ничего не знает потом подумал назад задним умом посмотрел почему же ничего этого нет оказалось что просто мы заказали их первую партию небольшую она быстро разошлась у нас мы даже не успели сообразить что называется потом те люди которые купили уже по сарафанному радио насоветовали другим и те другие уже пришли и первые еще докупать решили они уже на со вторая партия который я заказал в три раза больше она ушла у нас буквально с колес то есть я вот уехал в командировку в китай на завод пока она сюда пришла и ребята распродали их буквально вот за полторы недели все там а я заказывал по несколько сотен каждой модели вот и и вот из-за этого что называется как-то упустил этот момент что насчет рассказа о них потому что люди по сарафанному радио передают что модели достойны их покупают и сейчас принципе вот зима хорошо что я успел заказать хорошую большую партию она пока есть но даже зимой они продаются у нас больше всего и больше даже чем на другие аналогичные модели конкурентов лет зимней продажи импульсов они очень были высокие вот сейчас например 180 уже нет там да хотя это зима партия пришла осень вроде не сезон но скажем так начнем все знают я вот предысторию сейчас скажу все знают наверное простые федора фотон да они были с верхним катушкодержателем с верхней форгрибом так называемым ручкой под пробку это обои так называемые такие достаточно тоненькие и они были несколько лет на рынке достаточно много в принципе их и продалось но время идет они морально как я посчитал устарели но и в общем то материально тоже в плане материалов вот я их решил обрейдить и выпустили серию фотон простой new вот была заменена ручка на его и поставлен катушкодержатель с нижней гайкой почему с нижней гайкой я вообще выбрал да этот катушка держать все потому что я не буду называть здесь название модели конкурентов наших хотя не принципе уже не конкуренты не по цене не по характеристикам сейчас об этом скажу но у многих очень моделей вот такого сегмента верхний форгриб верхняя гайка она часто отлетает то есть лапка отлетает верхняя лапка вот эта часть отлетает от самой гайки когда закручиваешь закисает то есть на рыбалке там с рыбе слизь там прикормка утром холодно влажно до прижалась катушка к лапке на катушку заехали прижались днем температура высокая поднялась уже до расширился материал начинают люди откручивать и она вот в этом месте надеюсь на камеру видно она отрывается вот и такие нарекания были на практически на все наверно модели конкурентов и при том такие серьезные нарекания даже до того дошло что один один из наших вот таких максимально которые имеют продажи по россии они поставили другой катушкодержатель и так далее вот поэтому я решил уйти от этого вопроса и в общем то попытался уйти на фотонах нью я заменил катушкодержатель на нижнюю гайку потому что посчитал что первое мы гарантируем качество уже верха что ничего есть не оторвется у людей вот я сейчас один момент скажу у людей сила затяга рук и понимание вообще как сильно нужно затянуть катушку разное абсолютно то есть некоторые считают что чуть ли не все усилие нужно протянуть как следует вот зажать для того чтобы она там мощно никуда не съехала полосе сербалки так далее кто-то это дозированно делает и правильно поэтому на всех не угодишь вот эта гаечка такая она ее так сказать очень сильно круто не зажмешь я веду настолько сильно чтобы потом невозможно было снять вообще катушку вынуть из лапок чтобы это все настолько мертвого зажал поэтому вот эта гаечка достаточно прочная внизу и она абсолютно достаточным плотным жестким усилием зажимает любую катушку в эти лапки соответственно когда мы ее откручиваем она не залипает здесь и спокойно сходит то есть у нас вот за как сказал да за два с лишним года продаж импульсов ни одного нареканий нет на у людей у кого сломался сломалась гаечка вот это вот здесь при том все довольны все затягивают и на всю рыбалку не надо ничего подтягивать хватает этого усилия и так далее поэтому с моей точки зрения катушка держатель с нижней вот эту такой гайкой для меня оптимально соответственно вот поэтому вот на фотонах и это использовал они продавались тоже года два тоже вот четыре года назад получается был и я решил это применить в серии импульс серии импульс это моя собственная фактически серия я и занимался почти год хотел сделать удилища максимально востребованным для раборов лаворов рыболов максимально надежными и по строю универсальными чтобы люди могли ловить и на течении на стоячей воде объясню вообще говорить много могу скажем так ну вот как будто туда-то сюда мы с ними мысли прыгают до чтобы все стараюсь их охватить суть какая если мы берем быстрый строй фидера то плюсы его да это хорошие это это хоро это качественная скорее всего сенсорика качественный заброс если человек обладает рыболов забросом потому что более быстрый строй он более точно бросает особенно дальние дистанции на вот и можно ловить на течение и хорошо они подходят для течения быстрого строя палочки минусы до минус это амортизация вы должны ставить на оснастку достаточно толстые поводки и соответственно попрочнее крючки не с такой тонкой проволоки почему потому что просто быстрая жесткая полка она не будет гасить рывки рыбы по соответственно с жесткой палкой точность также мы не пойдем ловить как правило на стоячий водоем потому что никакой нету вот этого вот этой мягкости заброса нет амортизации и так далее поэтому вот в этих фидерах что я реализовал да у них относительно мягкий верх который будет работать именно амортизацию да они ему и не могут использоваться с тонкими поводками и крючками из тонкой проволоки но дальше в середина фидера ну и соответственно его комлевая часть она уже идет упруга с усилением комлю вот такая упругость плюс там не тонкие стенки верхней части колен куда вершинка вставляется она позволяет такая технология позволяет применять эти фидера именно течение тоже то есть фидер за вершинкой второе колено куда строится вершинка не сгибается потому что если я сделал бы достаточно мягкий верх и тонкие тонкие стенки до второго колена просто как многие ловит она знает что начинает вершинка течение понесло там на канале еще где-то делаю течение понесло и за вершинка начинает сгибаться и второе колено получается дуга такая и вроде вроде все хорошо да она марте амортизирует фидер при ловле но вот эта вот история она не дает нормально качественно видеть поклевку поэтому здесь должна вершинка работать полностью раз второе по кольцам с моей точки зрения если и ставить противозахлёстное крупное кольцо крупного диаметра плюс противозахлёстное чтобы оно было оно должно быть одно и ближнее к катушкодержатель потому что все захлёсты при забросе они случаются как правило только здесь катушку большую ставят люди там еще или маленькую слишком то есть чтобы это было максимально удобно всем ловить и достаточно правильное должно быть расстояние от катушкодержатель до кольца дальше кольца должна быть просто надежными поэтому здесь есть я я ставлю здесь двухлапые кольца почему с моей точки зрения это оптимальная середина трех лапы будут перегружать бланк они будут тяжелым делать и не будет работать так бланк на рыбке однолапые кольца минус их да это надежность они часто сгибаются фидер положил случайно на стоечку не так там еще что-то подломилось и в общем то все второй момент это ставка кольца то есть есть кольца сить стоит это средние кольца они не супер дорогие и не дешевые которые разваливаются это надежные середнячки рабочие лошадки поэтому здесь вот повторюсь противозаклёстное кольцо внизу дальше кольца среднего класса надежные с надежной вставкой керамической которые будут служить под и плетеную леску и под мол леску никаких проблем здесь нет многие берут даже на матче на форель с плетенкой там ловит фидером этим как матчем в осенний период кто хочет сэкономить и не покупать там бомбардное удилище либо матчевое дальше следующий момент это кольца на вершинках кольца должны быть крупные я сам ловлю 90 процентов рыбалок всегда с шок лидером то есть у меня стоит плетня как правило 0 1 0 13 в зависимости от течения там экстра херик я ловлю или лайтовый фидорочек плетеночка круглая не впитывающая воду круглая для того чтобы не была плоская чтобы течение было меньше воздействия да и чтобы она не пила вода она должна быть такая со специальным покрытием который у нас есть такие лески вы можете в магазине спросить у ребят и они подберут они недорогие и главное что они не пьют воду да не размокают и не пьют воду не впитывает и вот это вот дальше идет шок лидер это монолеска 0,20 я ставлю на пикера и на 0,28 для фидеров экстра хэви класса на реки с течением вот поэтому здесь я сделал коречки на вершинках такого диаметра чтобы узел шок лидеров вот этой привязки да даже 0,28 морки 0,13 притни пролетал прекрасно то есть не задевая ничего и туда и сюда плюс пух если весной ловить когда идет грязь там какая-то и тогда все это проходит кольца крупные раз потом вот этот момент еще я где-то научился с этим но месяца наверное три подбирала разные кольца потому что крупные кольца они перегружают вершинку мне это не нравилось на фотонах и на импульсе я бы все-таки нашел оптимальные кольца не скажу какие какой модели где но они действительно легкие и при этом крупного диаметра и с обалденным качеством внутренней ставки то есть они позволяют ловить с шоком ну практически давно и 0,3 туда можно ставить даже никаких проблем не будет дальше по катушкой держателю сказал про нижнюю гайку сказал да лапки катушка держатель здесь стоит модель такая катушка держателя которая позволяет ставить практически катушку любой марки любого производителя потому что как в предыдущем видео кто смотрел с шермана про new generation от флагман на воде туда у меня не встают катушки некоторые дайва и не встают вообще катушки каденса а скорее всего не встанет и англичане вот нужно будет уменьшаться по катушкам потому что вот эти лапочки вот это расстояние очень маленькая вот первый момент второй момент на некоторые фидера не встают катушки не по высоте лапок а по длине катушки держатель слишком мало откручивается это расстояние слишком небольшое вот здесь если вы видите я вот даже у пикерочка самого младшего я откручиваю до конца и смотрите здесь какое огромное расстояние то есть сюда встанет большая катушка скажем так и 4000 спокойно и 5000 сюда влезет кому хочется соответственно катушка держатель на хэвиках стоит еще больше соответственно сюда можно поставить уже там я специально это сделал что что встали все катушки и у рыболов не было никаких проблем то есть цель моя была сделать максимально недорогой фидер с максимально продуманный в каждой части его для того чтобы рыболову просто потом сказали спасибо и они это говорят то есть у меня нареканий за два года нету теперь скажу крайне важную вещь что с моей точки зрения и вот не буду говорить имена там многих известных рыболов кто-то таких медийных личностей да они считают что в бюджетном сегменте по цене характеристикам и качеству импульсы они лидируют аналогов их просто нет сейчас опять же кому то нравится допустим быстрый строй можно купить айрон зэмкс кому то там еще что то нравится они другие выбирают допустим он может кому то не подойти кто любит только быстрый строй ему только река ему надо вот прям чтобы было перегружать максимально сильно и так далее вот по поводу перегружать опять же хорошо что сам вспомнил то есть здесь момент такой что мы его допустили даже до перегруза то есть потому что я знаю что многие фидера имеет тест плюс там 90 плюс да это вес кормушки плюс вес корма вес кормов в разных кормушках разный и он у меня бывало так что вес кормушки 30 грамм а вес корма 70 и 100 то есть объемные закормочные кормушки поэтому здесь указан тест общий он не указан по свинцу это общий тест но при грамотном забросе плавным без резких вот этих спиннинговых выхлестов когда вот на слом идет удилище его можно перегружать можно но рекомендации эти только для рыболов с опытом соответственно я вот допустим 90 граммовый 360 до 90 совершенно спокойно ставлю 100 грамм кормушку плюс корм там это 120-130 получается и я ловлю там на 40 метров без всяких проблем то есть можно перегружать и даже вот относительно там быстреньким таким броском я все туда посылаю вот это не значит что у него у этой модели занижен тест они работают как раз вот в этом тесте просто можно если не объесть такая необходимость перегрузить но бланк естественно при перегрузе он не бросит так далеко как в пределах в рамках теста если вы ловите на максимально данной дальней дистанции но при и при этом его хотите там в два раза перегрузить то конечно у вас потеряется и дистанция и потеряется точность да я вам скорее всего про если не провалится бланк до конца да то он уже не позволит вам бросить на ту дистанцию на которую вам нужно поэтому в этом отношении лучше ориентироваться вот на тест который указан на фидере да и вот применять его в рамках этого теста ну плюс там условно 20 процентов дальше по поводу рукояти здесь стоит надежная пробка вот на фидерах фатон первые самые я опять же не буду называть на многие других конкурентов которые в этом же ценовом сегменте многие жалуются на то что эта пробка она разбухает это неплохо как правило многих это будет тоненькая просто обклеена и ефка такая обоя по этими обоями которые в общем то есть они плохого качества они начинают крошиться либо от времени либо от влаги когда опять же утром роса потом солнце это все руками трогается там так далее это все раскрашивается здесь пробка хорошая то есть я скажем так заказал и выбрал сюда пробку которая будет максимально долго служить она не соответствует даже она выше классом то есть такая пробка ставится на фидера классом выше я их сделал поставил сюда на фидера классом чуть бюджетней только за счет того чтобы она удержалась чтобы она была надежна дальше его опять же мелкопористая крупнопористая то есть дешевая это крупнопористая его на заводах которые предлагаются то есть если была бы цель максимально убрать цену да я бы сюда дешевую пробку поставил дешевую там и так далее но здесь его тоже дорогая достаточно то есть не ничего не произойдет она не впитывает она не крошится на выдерживает температуры перепады любые то есть и зимой и летом можно ловить совершенно спокойно но зимой понятно открытой воде вот кто наверно знает мог я в москве живу у нас открытая вода есть всю зиму не замерзает река вот вот здесь этого сказал соответственно то веса бланка точность также я сделал так чтобы и баланс и вес был максимально комфортным для заброса если это хэвики или экстра хэвики модельки то баланс будет смещен сюда к рукояти для того чтобы было было легкий вверх чтобы удочка не клевала носом как вот опять же на тех же шарманах new generation который показывал ночи не понравилось 3075 который просто берешь и у меня ощущение такое что вместе с ним туда лечу там катушку поставил да он чуть-чуть она ровно вешает вот тогда мы приобретаем вес еще да ну как бы мне это не совсем не нравится то есть здесь все отлично насколько это возможно было то свинбланк видите но это пикерочек тоненький совсем прекрасный по поводу до модели их 8 штук я кстати начал с технических характеристик да они сказал по поводу вот там какие они бывают все серии да но всю серию вы можете подробности кстати говоря по поводу диаметров вершинок колец длины рукояти там до катушка держателя до верхнего кольца подробнейшей информации есть на в моем личном сайте интернет-магазина multi-fish.ru забивайте на sabanev.ru это вот наш оптовый сайт для оптовых клиентов там какой информации нет максимально это кратенько написано там же я расписал лично по каждому фидеру что сам тестировал сам в процессе разработки и он не нагружал разными весами там до использовал разные леса толщины лесок и тому подобное дальше и значит по серии их 8 штук диаметры вершинки в первых трех самых лайтовых 2 и 7 дальше идут 32 и 8 миллиметра и дальше идет две штуки последних экстра хэвика 33 ну давайте вот по ручке еще нюансик маленький скажу что здесь вот специально утолщение за его для того чтобы это было удобно держать раз ставить стакан если кто-то с платформы там как-то ловит либо на на класть на берег то есть никаких проблем здесь но будет чуть-чуть маленькой там может быть царапинка но за счет качественной его никаких сколов за там серьезных задирок здесь быть не должно естественно если вы не будете там камень поднимать вот так вроде бы все сказал дизайн да дизайн кому-то нравится кому-то не нравится дизайн мой мне понравился мы сделаем такой так значит давайте первый 240 до 40 грамм питер в комплекте идут три вершинки 1 стекло 2 карбон опять же повторюсь транспортные длины посадочные диаметры все 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 вот это это сайт мультифиш обзоры и советы подраздел раз и это же есть в товарах там заходите с фидера сабаниев дальше фидера импульс сабаниев импульс и там каждую модельку заходите характеристик там есть посадочный диаметр и все значит здесь три вершинки посадка 27 крупные кольца я потом сниму поближе да ну вот они разных цветов у нас так сам красненькая на самое жесткое желтенькое да и зелененькая самая light мягкая тоже важный момент еще я в каком-то видео упоминался что часто берешь дорогие вроде бы фидера какие-то но относительно дорогие модельки и вот вершинки там комплект берешь три штуки там условно теста 20 ну допустим тест до 90 грамм и получается берешь там на 30 грамм там какой-то да там средненькую вершиночку там якобы котором должно быть там на 60 на 90 а ты когда берешь там допустим она слишком мягкая а потом две других когда они по ощущениям не 60 90 80 90 и получается в середину не попадает вот таких очень много вещей умы разных фидеров особенно вот из этого китайских там кто знает не буду просто называть но люди мучаются звонят а можно подобрать потом подвод мой фидер какой-то такой-то вершинку то есть здесь я подбирал эти вершинки индивидуально по каждой модели мне присылали когда я уже подъездил на завода до смотрел потом уже заказывал сюда какие-то нюансы что просто так не лететь не смотреть то есть папе по по карте колец на вершинах то по установке и так далее то есть чтобы эти вершинки были правильно подобраны что было этого я самая легкая она была действительно самая мягенькая ведь и средненько на тесте это было в рамках теста с в среднем по тесту да и жесткая тут она действительно них не захотелось кому-то с куда-то в середину что-то покупать так здесь три вершинки 1 2 2 стекло ну давайте может быть я не знаю кому нужна длину вершинки за его замерю если нужно это 50 сантиметров расстояние до центра катушка держателя давайте вот так сделаем 45 сантиметров так следующий 270 до 45 грамм лайтовый фидорок применяется в принципе на стоячих водоемах на реках карповая ловля то есть такой приятный хорошо очень сбалансированный лай по вершинкам кстати упустил по поводу 240 потому что спонтанно говорю так что называется и не люблю ничего писать перед значит здесь у нас получается 0 5 единичка и полторашка таблетки 40 функции 270 до 45 грамм здесь у нас то же самое идут вершинки тоже 2 карбон 1 стекло стеклянный нас получается 0 5 и единичка и полторашка точность также идет для идут две карбоновые посадка 27 миллиметров следующий фидорочек у нас 300 до 50 то есть 3 метровый это для тех кто ловит на стоячих водоемах или на слабом течении хочет подальше забросить то же самое по вершинкам тоже посадка 2 и 7 тоже 2 карбон это полторашка и двушка и стекло у нас единичка колечки крупные надежные да и сами вершинки надежные то есть кстати говоря от этих фидоров у нас я даже заказал дополнительно на заводе где и челом привозили большую партию вершинок потому что под под огромное количество фидоров берут вот именно вершинки от импульсов потому что они дорогие б надежные дальше следующий у нас до 330 до 60 также стекло одна штучка и 2 карбоновые значит стекло у нас единичка и единичка и полторашка единичка карбон единичка стекло полтора и два карбона в комплекте три вершинки следующий 360 90 также 1 стекло здесь посадка стать уже 2 и 8 стекляшка единичка и карбоновые 2 и 3 2 3 унции кстати обратите внимание что длина вершинок одинаковые специально делал для того чтобы они могли быть взаимозаменяемые если человек купил два три фидоров что люди очень довольны и нравится но естественно в рамках посадки свои кстати 27 28 еще многие если нужно там пожестче вершинку да они 2 и 8 берут и 0 очкой наждачкой до 27 убирает и ставит уже на ту фидер который нужен 39 150 грамм один из самых востребованных и также три вершинки в комплекте также стекло 2 лунции стекло и 3 4 карбон обратите внимание что здесь я сделал кольца близко то есть карта колец она чуть иная чем на предыдущих моделях вершинки сами чуть толще это сделано специально для того чтобы при силовых забросах тяжелых кормушек у нас тюльпан не цеплял залетку вершинка не ломалась и таких поломок нет дальше 360 180 то же самое вершинки с такой же карты колец также стекло у нас идет три унции и дальше 4 5 у нас карбон и последняя моделька это 390 до 180 мощный классический экстра хэвик речник также три вершинки в комплекте стекло идет три унции и 45 карбон ну вот мы с вами посмотрели все близко теперь разложим их и потрясем посмотрим строй за квертип ну как с чего из какого начинались такого и продолжим с младшей модели значит 240 до 40 грамм пикерочек вот смотрите в принципе строй я назову прогрессивный видите вот работает не только верх но и дальше все то есть прогрессивной что это такое это когда с ростом нагрузки включается следующая часть бланка что да если параболик грубо вот если так максимально объяснить кто не знает что такой параболик что такой погрессив и так далее это если допустим параба строй и параболика мы нагружаем допустим кормушками там 20 грамм 40 грамм 50 грамм то при любом этом весе включается в работу весь бланк если строй прогрессивный то при с ростом нагрузки чем тяжелее мы кормушку ставим те тяжелее вес нагружаем тем больше больше длина банк включается в заброс фактически это вот с моей точки зрения оптимальный строй и эти фидера я бы сказал прогрессивный со среднем быстрым строем вот я сейчас объясню по каждой модели что это значит да потому что нету такого определения что вот именно такой строй считать быстрым то есть все равно есть обязательно и вот эти трамочки они рамки они всегда не не жесткие да то есть невозможно нет нет этой константы такой до к чему до определение к к чему можно какой строй какой какой фидер какого строя к чему нужно привести так значит это пикерочек и можно ловить на течение и можно ловить настоящей воде и можно ловить на коммерческих водоемах карпа как прекрасный смотрите тонкий бланк вы видели строй так и так следующая моделька 270 до 45 грамм но ведь и строй такой же и амортизация будет рыбы и упругая середина до жесткий комель ближе к умлю и вот смотрите прекрасно с ростом нагрузки вот он весь бланк включается очень хорошо видно вот я специально камеру смотрю ведь вот изгиб прям идет практически от рукояти уже идет работа бланк вот где в нижнем нижнее кольцо ближний катушку держать то есть вот это тот строй который с моей точки зрения для меня оптимален ну соответственно своих взглядов я и создавал эту серию так следующая моделька это у нас 300 до 50 здесь палочка чуть-чуть побыстрее вот посмотрите чуть-чуть она побыстрее но очень похожа точность также знает теперь трясем видите вот за счета уголь тут 30 тонн я не сказал в начале до в некоторых моделях наверху даже выше класса да и вот смотрите какой идет возврат мгновенный возврат то есть как только удочка среагировала до или набросок для того чтобы дальше какие-то уже паразитные колебания не забрасывали леску на тюльпан или на другое кольцо раз во вторых при амортизации рыбы когда идут два рывка подряд когда более дешевенькие удочки до этом из они могут один раз амортизировать а потом она начинает туда-сюда от репахаться эти паразитные колебания получается удочка идет назад а рыба вновь на разрыв до рывок делает и получается вот этот так наверное разрыв рывочек и идет сход вот что такого не было здесь удочка среагировала на рывок все и она тут же встала на вновь готова к работе как следующий да это у нас триста тридцать до шестидесяти вот смотрите точность такой же строй похожий до полу прям нагрузил чуть-чуть еще ниже вот так я просто стараюсь на камеру чтобы было видно вот видите какая пара была прекрасный фидер то есть он и загружается правильно видите весь бланк в работе то есть нету таких моментов вот этот кстати хотел сказать да вот почему я год создавал фактически эту модель потому что я не хотел что получалось так как сейчас у на многих бюджетных моделях вот я не буду опять же называть как и где вот вы сами посмотрите но многие удочки работает только вверх да потом идет провал и нужно чтобы загрузить комель нужно намного сразу большую массу приложить до какого-то груза то есть вот и получается вроде покупаете держите в руках но у вас работает не весь бланк зачем это нужно то есть у вас вес у вас всегда от него ну баланка не работает а вес вы ощущаете при ловле то здесь работает с ростом нагрузки весь бланка в это видите прекрасно вот на картинке так значит следующий 360 90 такой один из самых популярных моделей длина рукояти универсально фактически здесь опять же все размеры замеры увидите на сайте multi fish ну вот смотрите вот это тоже работа вот и амортизация здесь видите вот я трясу и отработает она и течение будет держать за счет верха за счет жесткого верха ведь никакой там расхлябности нет палочка встает вершин кстати мягенькую туда поставил так следующий следующие три представителя heavy extra heavy класса это фактически и речники то есть здесь 390 150 огромные кольца обратите внимание здесь противозахлёстные поставил два кольца внизу вот пожалуйста вот это весь бланк он вам бросит то есть дальность феноменальна вот какой люди говорят рыбаки по поводу дальности забросов отлично набросает отлично то есть 100 метров доставить 100 метров можно спокойно бросить естественно при нормальном шнуре при катушечке правильные до подобраны вот смотрите и быстрота строя вот раз встал так следующий у нас на очереди триста шестьдесят сто восемьдесят тест ну вот смотрите то же самое такой же строй просто помощнее палочка да кому никому не нужна слишком большая длина вот триста шестьдесят сто восемьдесят очень востребованы удилище здесь опять же такая мягенькая вершинка стоит его смотрите обратите внимание вверх вот он играет вверх чтобы была амортизация как я вам говорил да при при вываживании просто на реке когда лещ листом встают против течения естественно обрыв да можно заработать очень быстро днем когда утренний клёв спадает нужно утончаться тонь тонн более тонкие поводки ставить более помельче крючки и вот кто этого не знает еще попробуйте увидеть что на точке рыбы стоит никуда она не делась но чтобы его вытащить если она была максимально коловатая жесткая палка да вы просто не вытащите будет обрыв да или на подсечке или не вы видите здесь вот она работает амортизирует за счет да дальше идет уже жесткий жесткая середина и коми ну и последний это 390 180 это кому нужно и далеко и мощно вот он более быстрый смотрите строй прогрессив я бы тоже сказал все вот так же он встает бросили он встал с ростом с ростом нагрузки также будет и бланк прогибаться все больше и больше течение держит прекрасно это отработано уже два года людей миловит и только плюсы говорят господа и в завершении два слова чехле не хотел я тратить много денег на чехол потому что считаю его он должен быть просто надежным и без всяких удобным надежным без понтов без каких там резиночек мягких неопреновых и тому подобное но с моей точки зрения потому что лучше я эту стоимость которой я мог бы словно прибавить к цене фидера за чехол я лучше улучшу пробку лучше катушка держать и либо поставлю подороже там кольца с более надежной вставкой чем у меня будет красивый чехол я понимаю что это эстетика понимаю что фантик обертка она важна тем более я в общем-то руководитель с аванее да но тем не менее я считаю что вот на этих моделях чехол должен быть простой удобный и недорогой вот здесь о нем здесь идут два таких сдвоенных кармашка максимально просто все исполнить в одну секцию вставляется тубус вот секции для тубуса в другую секцию вставляется колено между ними соответственно материал ну и вторая ячеечка для помня материал не промокаем чехла потому что я не хотел делать другой материал который набирает и пьет воду чтобы человек допустим как правило разбирают там часто остается он в траве где-то утром на рыбалке да и он про намокает еще что-то грязь какая-то впитывает плюс сам фидер впитывает и запахи впитывает то есть чехол материал синтетический прочный плотного плетения он не впитывает запах дальше от шнурков я отказался от вот этих завязочек всегда здесь простые липучки максимально просто залепим и соответственно чтобы здесь его не отстягивать шнурками также две пучки все вот одно движение все и вас все готовы можно идти там тубус его завязан упаковать или там чехол сумбурно получилось сегодня немного но рассказал хоть люди свои стаи надеюсь иметь представление что это за фидера мне легче рассказывать когда вы пишете в комментариях о чем нужно сделать обзор что нужно осветить потому что я могу остановиться более глубоко на любой из тем что он сейчас затрону вот и что очень важно такой важный момент сейчас вот если за два года никаких подделок на российском рынке этих фидеров не было то есть вот с осени мне прислали не скажу из какого города но наклеечка такая была импульс у нас краска на бланке да было с наклеечкой потом еще один прислали которую вроде как с краской там не поймешь ну как бы я понимаю для потребителей не поймет что это краска наклейка и так далее то есть суть такая что какой-то причине откуда стали появляться вот эти импульсы да и вроде как есть слухи о фатонах про тоже что есть какие-то по типу возможно подделки на каких-то заводов кто-то заказывает то ли с рынков там кто-то не знаю в общем суть какая что могу сказать как говорят довести остерегайте подделок потому что чтобы начало это появляться надо еще проверить вот сезон настанет уже будет точно будет ясно но на всякий случай предупрежден значит вооружен поэтому мой магазин это мульти фиш есть розничный магазин в москве полгоградский проспект дом 1 строение 1 метро пролетарская здесь естественно никаких подделок у меня вы не найдете поэтому заказывайте лучше через интернет магазин потом подъезжаете если в москве живете в подмосковье и забираете из розничного магазина также есть доставки по всей россии если вы в регионах живете других городах не вопрос с дек энергия любой транспортной компании мы отправим это будет либо бесплатно либо очень недорого и еще момент мы проводим регулярные акции по раздаче так называемым бесплатных запасных частей вот сейчас недавно осенью и летом вот двадцать первого года мы отдавали нашим покупателям бесплатные запчасти на даевый black hole новости в новостях эта информация есть она до сих пор сохранилась то есть может любой может посмотреть то есть у нас порядка там двухсот с лишним человек то за два-три последних года у нас покупал определенные модели не определенная вообще модели дайва и black hole то есть это и спиннинги и фидеры это ко всем относится ко всем удилищам они бесплатно получили запчасти до двух запчастей в год в период проведения акции поэтому это еще один большой плюс покупки в мультифиш вот у меня в моем официальном магазине не только сабанеев как вы поняли да но и друг продукцию других фирм потому что другие фирмы на большинство и такая акция тоже будет распространяться мы возобновим уже вот к сезону раз второй момент программа лояльности это с хорошие скидки для людей кто покупает у нас регулярно это бесплатные доставки даже первым покупателем более подробно читаете на сайте есть вкладочка программа лояльности либо есть обратный звонок можете позвонить вам написать ваш телефон вам менеджер перезвонит чтобы звонить сами телефон указан на сайте правом верхнем углу также третье это же очень важно извините уже за рекламу да но это вот во благо что называется подписчики на соцсети не только канал youtube а вконтакте фейсбуке инстаграм и телеграм вот те кто будут подписаны на наши соцсети нашего магазина мультифиш чтобы прямые ссылочки напрямую зайти в соцсеть датку в конкретно и подписаться и вы можете открыть сайт главная страница сайта в самом низу есть иконочки каждый соцсетей заходите и подписывайтесь так вот в этом сезоне в планах я надеюсь не полностью реализуется у нас максимальные очень интересные будут подарки скидки и условия только для подписчиков соцсетей то есть никто другой пришедший человек с улицы он не будет участвовать в этом это будет также как вот по запчастям я думаю вы знаете что никто такого не делает из производителей что бесплатно раздавали запчасти кто даже по собственной вине сломал то есть не просто там какой-то заводской брака по собственной вине человек сломал сам там да и ему бесплатно дали запчасть период акции вот здесь то же самое мы будем делать да только и по запчастям и по ценам но это будет только для подписчиков только для подписчиков в общем то все спасибо большое кто дослушал досмотрел до конца пишите обязательно в комментарии на какую тему и что именно вас интересует о чем снять обзор всего доброго заходите на сайт мультифиш приобретайте читайте спасибо и всего доброго мультифиш приобретайте мультифиш приобретайте вы Субтитры сделал DimaTorzok